Привет всем новичкам и матерым игрокам. Видео на данный момент будет больше для заинтересованных лиц в плане исследования игры, так как связано с закрытыми дверями, а именно. В далеком обновлении 0.57.5 наши дорогие разработчики обновили в игре такую механику как взлом отмычками. В качестве награды игрок, который взломал замок, сможет получить дополнительный ценный лут в ящиках, который данная дверь блокирует. Самое ценное может попасться это донатные аптечки и маленькие НДП кристаллы, которые трудно достать. Они нужны для клановых квестов, для создания МТВ М1 и прочего. В общем есть смысл от них. Так вот, в этом видео покажу все закрытые двери, которые можно взломать и где они находятся. Если какую-то и упущу, то напишите в комментариях, чтобы все знали, что я упустил. В конце покажу сколько можно вынести лута с них и стоят ли они того. Новичкам на заметку особенно, чтобы заработать первые деньги. Под видео будут ссылки на дискорд канал, где вы сможете найти себя друзей и просто торговаться. А также ссылки на мою официальную группу в ВК и телеграм канал, где вы сможете узнавать все новости по игре и моему каналу. А с вами Сталин Абальбон, погнали! По задумке разрабов, за закрытыми дверями вам будет попадаться более ценный лут. Но не за каждой бывает, что некоторые двери взламываешь, а там по факту ничего ценного, но таких мало. В основном это стоит того, так как у тебя будут халявные донатные аптечки и малые НДП кристаллы, которые сложно найти для квестов. Запертые двери буду показывать по локациям и начнем с солнечного. Я думаю все понимают, для того, чтобы начать взламывать нужные отмычки, они делаются из проволоки, которую рандомно можно найти как в куче мусора, так и в столах, щитках и прочих местах. Итак, первые запертые двери находятся в бомбоубежище, которое располагается в этом доме. Заходим и сразу первая левая дверь под четырехпиновым замком. Взламываются эти замки не сложно, главное понять принцип, который до невозможности прост. Нужно подобрать комбинацию таким образом, чтобы все пины встали на место. Просто перебирайте и запоминайте в какой последовательности они встают в пазы. Открыли. В последней комнате за унитазом лежит мешок с лутом. Выходим и спускаемся в само бомбоубежище. Бегите вперед и первая левая дверь снова под четырехпиновым замком. Такие замки самые легкие, заходим и слева под столом находится мешок с лутом. Бежим дальше, с поворотом налево, по правой стороне десятипиновая дверь. Это считается самым сложным замком, но взламывается не сильно сложно, если под рукой есть блокнот или телефон, чтобы записывать правильный порядок взлома. Челкаете каждый пин по порядку, если встал, то записывай в блокнот под каким номером. И так каждый раз, пока не откроешь. За такими замками находится больше всего лута и на них расходуется больше всего отмычек. Нам нужен первый ящик перед вами. Открываем и видим целых два маленьких НДП кристалла и пять донат аптечек. Это я вам скажу очень неплохо. Бывают моменты, когда открываешь тяжелый замок, а по факту может ничего интересного не лежать в ящиках, кроме патронов там и немного руды какой-нибудь. Так что этот замок себя оправдал. За этой же дверью лежит руб с 22 ключом, который открывает дверь справа на втором этаже здания бомбоубежища. Лут там для начальных уровней, ключ одноразовый. Следующий ближайший замок находится на станции сортировочной, которая на севере от Солнечного. Идешь к самому дальнему угловому дому, замок будет шестипиновый, ящик с лутом за вот этим столом. К югу от Солнечного есть заброшенная деревня, если можно ее так назвать. Там, где обычно появляется событие с угольным фильтром для колодца. В этой же деревушке, если обыскать, найдете еще проволоки для отмычек. В этом доме 5-пиновый замок. В дальней комнате в шкафу есть чемодан с лутом. Снова недалеко от солнышка, где кладбище стоит, дом аж с тремя замками. Первый замок на 7 пин, за упавшим стеллажом ящик с лутом. В этом же доме видим еще один 4-пиновый замок. Открываем дверцу стола с лутом, и справа от этого стола еще одна закрытая дверь с 4-пиновым замком. В углу мусорный мешок с лутом. В деревне Собачевка, опять же в окрестностях Солнечного, есть две закрытых двери. Вот в этом доме. Это основная дверь на 5 пин, и комната под центром дома еще на 3 пина. В чемодане за печкой лут и даже куртка для начальных уровней. Входную дверь можно не открывать отмычками, можно войти из черного входа на заметку. Не забудь забежать в страшный дом, что на кордоне. Дверь на 8 пинах. Внутри есть шкаф, также на 8 пинах. Внутри сейф, но нужен ключ. Больше в доме ничего ценного я не находил. Чтобы с него выйти, нужно умереть. Без напарника лучше не заходите, тем более если у вас есть ценный лут. Иначе выпадет и уже его не заберешь. Недалеко от АТП, есть вот такая будка и внутри шкаф с 9 пиновым замком. Скажу, что тратить на него время особо не нужно, так как обычно там кроме батареек ничего нету. Это подстава от разрабов. Они же юмористы, так как в игре есть замки, за которыми по факту ничего ценного не лежит. Дальше идет поселок инженерный с тремя замками. В крайнем правом доме 5 пиновый замок, тут находится в системном блоке на полке шкафа. Потом 4 пиновый замок в соседней пристройке. Раньше тут был 9 пиновый, но разрабы почему-то его облегчили. Тоже тратить на него времени особо не нужно, тут пара средних аптечек и наган. Также дом напротив, в нем шкаф и на каждой двери свой замок на 5 и 10 пин. Нет смысла открывать, так как там лежит обычный ТТ. На юге инженерного, после какой-то обновы, появилась небольшая локация, которую так сразу и не заметишь на карте. В ней есть 2 замка, это на 5 пин. Вот в такой комнатке, трупе, лут. И в дальней комнате, также на 5 пин. Приходим на локацию Минаева, где есть целых 6 замков. Первый находится напротив спуска в шахту. Вот такая комнатка с закрытой тремя пинами. Заходите и лут находится в столе под еще 7 пинами, которые на самом деле не стоят того. Так как тратить время на тушенку, пару патронов и пару гранат, ну тут каждому свое. Следующие замки находятся в столовой или это кухня, здание большое. Зайдешь и сразу первая дверь слева от входа под 4 пиновым замком. Лут сразу справа в системном блоке. Позади шкаф с 3 пиновым замком. Не стоит его трогать ради опять же пары патронов. Бежим в дальнюю часть этой кухни и открываем еще 4 пиновый замок этой двери. Лут в железном ящике в стеллаже. Потом идем вот к этой запертой комнате. Чтобы ее открыть, нужен сначала ключ 11. Открываем и слева стоит ящик с 4 пинами. В нем опять таки немного патронов и батарейки. Особо не стоит тратить на этот ящик время. Бежим в локацию пожарная часть. Два замка находятся в отдельно стоящем доме и сразу первая дверь по прямой под 4 пиновым замком. Лут в коробке. На втором этаже вторая дверь под 3 пиновым замком. Лут в мешке из-под мусора. Третий замок на втором этаже пожарной части. За решетчатой дверью под 4 пинами. Лут в этом ящике. После пожарки бежим на заправку и открываем в этом домике дальнюю левую дверь под 3 пинами. Все что касается подобных замков на 3 пина обычно они не оправдывают средств. Но иногда попадаются маленькие кристаллы. Редко правда, но бывают. Пробежали на коровье. Первый домик от Гоши. Дверь под 6 пинами. Лут в ящике под кроватью. Следующий дом с большим количеством замком. Он ближайший к складу. Открываем 4 пина. Заходим и левая дверь тоже под 4 пинами. Как эта, так и следующая. В итоге ничего тут не нашел. Возможно кто-то уже пробежался. Соседняя комната также под 4 пинами. Лут в телевизоре. Следующая дверь напротив предыдущего дома. В дальней левой комнате. 4 пина. Лут в системном блоке. Пробегаем коровье и идем в гости к Сене Пороху. Открываем 5 пиновый замок. И как обычно ничего не находим. Скорее всего тут по коде всегда забирают лут. За все время только один раз тут что-то видел. Переходим на восточку и бежим к радиотелескопу. И вот в этом доме 3 замка. Первый парадный на 5 пин. Самая левая дверь тоже на 5 пин. Открываю и по факту ничего ценного не нахожу. Зато есть лут от парадной двери под вот этой лестницей. Третий замок на втором этаже в угловой левой комнате. Лут под столом в системном блоке. И последний замок это дверь ближе к лестнице. За которой по факту ничего ценного. После телескопа можно доехать до Сосновки. В одном из домов найдем железный ящик. Под 10 пиновым замком. Открыл. А там лут на миллионы. Целых пара десятка патронов и вязаная шапка. Еще есть 4 пиновый замок. В самом магазине. Где в основном располагаются НПС. Ящик с лутом находится на шкафу. Двигаемся на побережье близ купола. И находим в этом домике 3 пиновый замок. И лут в этом мусоре. Соседняя дверь заперта на 6 пинов. А следующая еще на 3. Лут в ящике под ванной. Идем в квадрат D4-1. Там заброшенные дома. И открываем еще одну дверь на 6 пинов. Лут в ящике возле плиты. На каньоне запертых мест не так много. А в основном эти замки в этой деревне. И стоят в ряд. Заходим в первые ворота. И в дальней комнате за дверью мусорный пакет. Лут в нем. Выходи. И попутно открываю соседнюю дверь. На втором этаже за тумбами спортивная сумка. В ней лут. Выходим. И снова открываем соседнюю дверь справа. Но за ней ничего особенного не находим. Пару бутылок водки и тушенку. Следующий замок в этом отдельно стоящем доме. В самом начале деревни. Замок на 4 пина. Открываем. И внутри еще 2 запертые двери. Открываем правую. Полазил и ничего ценного не нашел. Есть еще один дом. В котором все замки 6 пиновые. Открываем. И бежим в дальнюю комнату. За ней еще одна дверь на замке. А уже там в шкафу лежит наш лут. Потом открываем первую дверь. Когда мы заходили в дом. И за ней на втором этаже между бочками коробочка. В которой найдется чем поживиться. Еще есть запертая дверь в заброшенном доме. Возле этой деревни. Тут же бегает НПС. Будьте осторожны. Дверь на 3 пинах. Нам нужна дальняя. Открываем. И находим лут в ящике на шкафу. И в трубаке на кровати. Режим на полигон. В квадрате B49. Открываем 4 пиновую дверь. Лут в чемодане на стеллаже. Открываем еще одну 4 пиновую дверь. С лутом в железном ящике. По соседству еще один дом. Заходим. Открываем 3 пиновую дверь. Забираем лут с ящика на стеллаже. Итого за один пробег. Нам досталась куча руды. Титановый. И НДП порошок. 5 кристаллов. И 47 донатных аптечек. Насколько часто обновляется лут за дверьми не скажу. Но наслышан что лутать можно 2 раза в день. Да даже если 1 раз в день пробегать. То по 50 аптечек в день. Сами посчитайте сколько нафармите. Да и кристаллами барыжить можно. Их скупают на 1-2. Как и аптечки. По итогу так механика стала намного интереснее и мотивированней. У некоторых появилась возможность исследований. Да и локации опустовать не будут. Как не посмотришь. Полтинники бегают и лутают эти запертые двери. Хоть у кого-то цель появилась в игре дополнительная. Не забудь поставить лайк. Если тебе было интересно узнать про эти места. Подпишись на канал. Группу ВК и Дискорд. С вами был Сренай Борбон. Не прощаюсь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.